Здравствуйте! Мы продолжаем нашу программу «Кино в сети». И сегодня хотелось бы поговорить об экранизациях русской литературы. И вот мы будем беседовать в студии с Екатериной Владимировной Яхненко, преподавателем русского языка и литературы в школе, и при этом кандидата филологических наук. То есть вы как действующий педагог, учитель, с одной стороны, и как научный работник, литературовед с другой в этих качествах. Но я предложил бы поговорить о работе Михалкова 2014 года, о фильме, который он назвал «Солнечный удар», хотя в нем объединены два таких разножанровых произведения Бунина. Это такое дневниковое произведение, дневникового характера «Окаянные дни». И рассказ позже гораздо написан, в 1925 году. «Окаянные дни» – это 1918 год, а «Солнечный удар» – 1925. То есть это уже переосмысление опыта и революции, и эмиграции, и гражданской войны, и вот всей этой трагедии Буниным именно в «Солнечном ударе». С точки зрения языка и литературы, меня лично поражает, как Бунин – последний русский классик, который виртуозно владел русским литературным языком, как он при этом замечательном, прекрасном русском литературном языке он написал историю грехопадения. Самое низменное он написал о падении души, о падении нравственности среди дворянства. Ведь добропорядочная, казалось бы, жена, мать двоих детей, возвращаясь с курорта, она просто элементарно захотела Адюльтера с молодым офицером, чего хотел и он, тоже прекрасно зная об этом. Они даже имен друг друга не знали. То есть это было неважно, да. Это страшно. И Михалков связывает вот это падение нравственности, это грехопадение чудовищное с той трагедией, которая стала результатом, в общем-то, гражданская война – это, по Михалкову, результат падения нравственности, падения духовного, вот этого гражданского и духовного уровня самосознания русских людей. Насколько, как вам кажется, это в художественном смысле удалось? Как воспринимают это в школе? Ведь сегодня киноуроки введены, стало предметом дополнительного образования в школах. Как воспринимают школьники Бунина и это кинопроизведение? Ну, надо сказать, что в творчестве Ивана Алексеевича Бунина, которое сейчас изучается в школе более подробно, мы получили возможность раскрывать и произведения, написанные в русском зарубежье, не только обзор. Акаянные дни же были запрещены в советское время? Да. Очень подробно рассматривается. И произведение Ивана Сергеевича Шмелева «Солнце мертвых», которое тоже, в общем, об этом страшном крымском терроре. Безусловно, у Ивана Алексеевича Бунина, и это современные школьники очень хорошо понимают, у него было ощущение надвигающейся катастрофы. Причины ее он видел во многом. Но в тех произведениях, которые ретроспективные, которых он пытается воспроизвести еще в то время, когда вот его в усадьбе с папой, с мамой, с братом была счастливая жизнь, уже тогда это ощущение было абсолютно очевидным. Например, в «Антоновских яблоках», вот этот звук надвигающегося поезда, который проходит вот этот 20-й век, он будет надвигаться. Техницистическая цивилизация, причем идущая с запада. Под этот поезд, под этот паровоз бросалась Анна Каренина. Да. Это здесь множество смыслов. Это и паровоз, и будущий трамвай Бугакова, Гумилева и так далее. Не будем это обсуждать, но, безусловно, Бунин ощущал. И, конечно, в «Господине Сан-Франциско» тоже мы показываем, говорим об этих страшных ощущениях Атлантиды, которая идет на дно. Идет на дно, и дьявол со скал Гибралтара наблюдает за этим. Спасется только простой человек. Вот в Сан-Франциско это показано. Простой рыбак, который сходит с гор Лоренцо, и идет, там он ловит рыбу. И тоже образ рыбака, он же не случайно. Будущие апостолы, ловцы человеков. Ловцы человеков, да. Простой человек, который сохранил христианские ценности и живет наедине с Богом и с природой. «Солнечный удар» для меня гораздо более страшное произведение, чем «Окаянные дни». Почему? Потому что «Окаянные дни» это страшное произведение об исторических событиях, о том, что с нами было, об этом страшном кровавом терроре, об убийстве массовом, о полном ощущении безусходности русского дворянства, офицерства, о бегстве страшном, о потере всего самого дорогого, включая собственные души. А «Солнечный удар» вы знаете, это, во-первых, история, как вы правильно сказали, грехопадение, и оно ощущается, мне кажется, вот как вот что-то, что произошло со всей России в то время. Вот Пунин это так показывает. Я надеюсь, что это было не так. Ведь много было людей, и святых, и грешников. Вот я не могу поверить, как человек, и поэтому мне всегда очень страшно это читать, потому что все-таки такой писатель, как Иван Алексеевич Бунин, если он очень хорошо знал, что происходило, если он вот так, это пока. Да, эта история еще страшна и тем, что Адам и Ева были соблазнены дьяволом, искушены им. А здесь ведь никто героев «Солнечного удара» не искушал и не соблазнял. Они сами, это результат их свободной воли. Вот что страшно. Сами из себя это падение они произвели. Да. И мне кажется, если перейдем к фильму, конечно, Никита Сергеевич Михалков большой мастер, мы любим его творчество, прекрасные актеры, которых мы тоже любим. И фильм в целом оставил благоприятное впечатление. Но, мне кажется, Никита Сергеевич Михалков показывает, если начнем с «Солнечного удара», с этой части, историю грехопадения, как историю любви и как что-то такое деликатное, немыслимо, романтическое, с флером. Которое контрастирует, которое контрастирует с этой... Да, каких-то воздушных шарфов, которые улетают с теплоходов, каких-то механизмов, которые работают в человеческом теле, и которые невозможно остановить, с привлечением таких символов. И, мне кажется, вот это вот было неправильно. Вот у меня контрастирует мое ощущение произведения как гораздо даже более страшного, чем «Окаянные дни», при том, что я далеко не какая-то там британка или ханжа, мы все взрослые люди, но это действительно страшно. Просто если задуматься о том, что происходит и что описывает Бунин. И вот это деликатно, прекраснодушное любование истории отношений офицера и неизвестной дары. Во Франции снимали, да, на пароходе. Мне вот это показалось неверным решением. Как вы считаете? Да, я абсолютно с вами согласен. И выбор актеров... Сами-то актеры хорошие, как профессионалы, сами по себе. Но вот этой русскости, вот этого пронзительного контраста в желании любви и одновременно в реальности... В понимании все-таки того, что совершается. Конечно. В том, чем обернулось это желание любви. Обернулось пошлостью. И вот этот контраст, конечно, актер не передал. И актриса не передала. Мне так кажется. Там есть просто... Красивая женщина. Да, да, да. И какая-то европейская история, не имеющая никакого отношения к России. И тем более к последующей революции. Потому что Бунин все-таки это эпоха уже символизма. Он модернист. Он работает на таких образах, которые не очевидно кричат. И в то же время они кричат очевидностью своей. Они для него болевые. Он это сопереживал, сострадал этому. Это вообще позиция настоящего русского классического писателя. Сострадать своим героем и своей стране. То есть русские писатели выполняли функцию пророков. А они задолго до этой катастрофы, до революции, до падения социального, нравственного, они это предощущали и в своих текстах литературных произведений показывали через образы будущей катастрофы. Прежде всего к религиозной и нравственной. И сострадали этому. А вот у нынешних экранизаторов этого сострадания, вот этой страшной катастрофе нет. Главный вопрос фильма, который постоянно повторяется рефреном, как все это случилось? Почему это случилось? Причин, наверное, много. Конечно, можно называть и то, что были какие-то задоворы и какие-то политические вещи. Но я считаю, что все это имеет место быть, конечно. Но тем не менее главная причина здесь духовная. И вот мы видим, что Михалков, мастера такого уровня, у них нет лишних деталей. Он начинает фильм с того, что показывает линзу объектива. И говорится, что если на линзе будет волосок или пыль, то картинка получится плохой. Действительно так. То есть если вот эта линза, которая должна посвященная общество, оно не справляется, то соответственно картинка получается плохой. Здесь как раз на моем заключении в этом фильме «Солнечный удар» происходит вот это. То есть когда гуманитарий воспитатель и учитель народа не справляется. И поэтому происходит катаклизм, который как в фильме , как говорится, последствия которого мы наблюдаем это катаклизм до сих Мне кажется, что в этом фильме во многом, если мы берем первую часть, которая потом все время возвращается. Вот это, кстати, удачно получилось. То, что эта история, она должна отголосками все время возвращаться. Но отголосками не воспоминания о прекрасных шарфах, а отголосками воспоминания о совсем другом, о причинах, которые привели к тем последствиям, с которыми столкнулась страна и сам этот человек. Нет ощущения грехопадения. И история, которая возвращается к главному герою все время на протяжении фильма, она должна возвращаться. Она должна возвращаться с понятыми смыслами своей личной трагедии, трагедии страны, к которой пришло все его поколение. Она предстает перед нами воспоминанием о прекрасной незнакомке. Тем более, мне кажется, есть такие смещения смысловые. Ну и в образе Розалии Землячки она предстает в виде такой чудаковатой учительницы гимназической. Хотя это была отъявленная садистка, которая сознательно отправляла на страшную смерть живыми. Топили офицеров и солдат, матросов в водах Черного моря. И Бунин пишет о том, что в ясную погоду, когда не штормило, можно было видеть, как будто водоросли настолько густо они стояли в воде, трупы офицеров и русских солдат. Да и простых. Да, да, и простых людей, потому что привязывали камни к ногам и бросали просто в воду живыми. Там есть смещение и в декорациях. Что представляет собой тот лагерь, куда сгоняют, обманывая русских офицеров? Это место бывшего театра. Там даже декорации остались. И вот оно, это место сжимается, постепенно сжимается. Может быть, с точки зрения такого художественного образа это и интересно, изобретательно. Но если соотносить с той трагедией, то, мне кажется, это слишком вычурно, слишком искусственно. Потому что в реальности все было иначе. Все было иначе, да. Очевидно, режиссер хотел смягчить. Показывая трагедию, он все-таки хотел смягчить эти ужасы. Может быть, он заботился о психическом здоровье зрителей, чтобы это не было так разрушительно, особенно для молодежи. Но вот в «Сухом остатке» это воздействовало именно так. Потому что Бунин-то в своих посылах, в своем содержании, в своих произведениях, он-то однозначен. У него нет двойственной позиции. Он предельно откроенен. Я бы сказала, что Никита Сергеевич разошелся с Иваном Алексеевичем на понимание русской революции, трагедии русского офицерства, красный террор. Я поняла идею Никита Сергеевича таким образом. Он не хотел... Он хотел создать нейтральную, фактически, обстановку, в которой действительно Розалия землячка... Но мне она напоминает, например, героинь Лескова, стриженных курсисток, которыми он смеялся, которые резали лягушек. То есть такая вот барышня из 60-х, еще даже, 70-х годов XIX века. Балакун там вообще такой воздыхатель, нелепый толстячок. Обжора. Обжора, да. Не играющий никакой роли и ничего не думающий о том, что происходит. Нет, это был деятель... На фоне этого он хотел показать, конечно, вот это страшное противостояние между личностями. Причем оно у Михалкова молчаливое. И на поколенческом уровне. Там же образ мальчика. Все это происходит молча. Они вот схлестнулись друг с другом. Эта энергия ненависти, она копилась. Социальной ненависти, социальной несправедливости. То есть он скорее показывает здесь некий социальный аспект революции этой трагедии. Да, но мне кажется, у Бунина было другое понимание этой трагедии. В фильме это не отражено. То есть идея Никиты Сергеевича понимаем, и он имеет на нее право. А мне кажется, что все-таки у Бунина, как и у всех людей, которые... У многих людей, которые оказались за рубежом и оказались в том трагическом положении, в каком они были. И Борис Константинович Зайцев, и Иван Сергеевич Шмелев, и Иван Ильин, и много можно перечислять. Круг их был велик. Они осознавали все-таки трагедию революции как жертву, как некое искупление, как за то, что... За грехопадение. За нравственное грехопадение. За отступление. За отступление, конечно, конечно. Которым все они были повинны в молодости и в свое время. Да. Потому что, как не устает напоминать нам Александр Николаевич Жанков, профессор, доктор наук, медиевист и литературовед, русская идея всего лишь одна – хранить веру православную до страшного суда. И любые отступления от этого, они чреваты вот этой катастрофой. Вы знаете, во ВГИКе, когда я учился в 80-е годы, наш преподаватель русской литературы, Ильинская, замечательный педагог, она задавала нам такой каверзный провокационный вопрос. «Чем отличается жанр драмы от жанра трагедии?» И ответить никто не мог. И я сегодня задаю современным режиссерам, драматургам, и точно так же никто ответить не может. Казалось бы, очень похожи. Драма и трагедия. На самом деле огромная разница существует. Это я все к фильму подвожу. К тому, что неверно отображено именно в жанровом отношении. Вот этот исторический процесс и его результат. В драме герой погибает, но космос, то есть вся картина мира, остается целым и переходит в следующий этап своего развития. А в трагедии погибает прежде всего космос, и вместе с космосом погибает герой, который неотделим от этого космоса. Он уже не может трансформироваться. Он не может приспособиться к следующему космосу. Так вот, русская революция 17-го года и февральская, и октябрьская – это трагедия. И показывать эту трагедию нужно художественным способом в художественном жанре трагедии. А Никита Сергеевич показал его в жанре драмы, в лучшем случае. И в этом огромная разница и ошибка художественная режиссера. Она носит не только режиссерский, но еще и драматургический характер. И это очень существенно. Заканчивается фильм тем, что мы видим эту фотографию, которую, в общем-то, уже некому смотреть, потому что всех утопили на этой несчастной борже. И вот сам этот фильм, конечно, лично для меня – это вот такая некая фотография, которую Никита Сергеевич Михалков смог воплотить это время. Не зря там, когда мы видим, что воспоминания при жизни еще до революции, они очень красочные, они очень яркие, они очень нежные. Там символом этого всего летает такой белый газовый шарф, голубого отводского цвета. И вот этот шарфик, он в итоге оказывается на флагштоке яхты. То есть как бы флаг, вот этот вот какой-то... ну, рафинированности, может быть, если это подходящее слово. Но, тем не менее, потом это все пропадает. Потом приходит серость, грязь вот этого лагеря, в котором они находятся. Мне, честно говоря, понравился фильм. Вот я благодарю Никиту Сергеевичу за эту работу, потому что, да, она действительно заставляет нас задуматься о чем-то, о том, что важно. Здесь мы переходим к вопросу о том, что фактически, несмотря на то, что прошло сто лет с того времени... Осмысления? Художественного осмысления мы не видим. Точного, да. Есть несколько удачных экранизаций Шолохова, все-таки о том времени. Есть несколько удачных экранизаций Алексея Николаевича Толстого. А насколько, как вы считаете, Александр Григорьевич, вот у меня нет ответа точного на этот вопрос. Все-таки в русском зарубежье в русском зарубежье были расставлены все акценты правильно, и было понимание того, что произошло с народом, со страной, с ними самими, с дворянством. Они поняли? Нет, вначале, на мой взгляд, понимания не было. Был шок. Ну, Есенин же написал, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. То есть только в такой исторической перспективе со временем пришло осознание уже скорее ко второму поколению эмиграции. Они начали это осознавать, причем в церковных кругах, внутри, в лоне русской православной церкви за границей. Вот среди тех священников, которых окормлял, простите, митрополит Антоний Храповицкий, и уже стало подрастать второе поколение клира священников. Вот, мне кажется, там, в русской церкви, вот в этом средоточии православия за рубежом, вот там произошло понимание, адекватное понимание вот этой трагедии. А вначале был шок, обида, даже ненависть. Ну, мы это видим и у Булгакова, и у Бунина, и у остальных. И у Шмелева, и у Ильина. Попытки, попытки даже... Так далее. Да, 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 Есенин, который там называл себя попутчиком, вот, пытался, Маяковский, который пытался потом сбежать за границу, вот, но не дали ему это сделать. Это было страшно, страшно. Вплоть, я думаю, до конца 20-х годов происходило это. А осознание пришло в 30-х. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Как школьники сегодня вот эту трагедию русского мира воспринимают? Адекватно ли, задают ли вопросы, спрашивают, су, переживают ли этому? Либо для них это просто факт русской истории, которая запечатлена очень остро. Воспринимают очень остро, полемично, бескомпромиссно. Ну, по крайней мере, те ребята, с которыми я беседую, хотят правды. Не хотят восхваления одной или другой стороны. Категорически против этого. Если кто-то из учителей занимает позицию про-большевистскую или про-белогвардейскую, категорически этого не принимают. И стараются выяснить, выцепить, выговорить то, а как было на самом деле. Очень это сейчас интересно. Интересно еще и потому, что мы все время задаем эти вопросы. Мы сами, взрослые, на них во многом не знаем ответа. И для нас это полемический вопрос. Мы возвращаемся к нему снова и снова. Мы приводим новые факты. И историки, и литераторы, и богословы. Это наши батюшки, которые преподают в гимназии. И все равно мы не можем уйти от спора. Вот на данный момент 20-е годы, 21-е годы. Вы знаете, мне кажется, школьники, молодежь, они абсолютно адекватно и точно воспринимают вот этот исторический период. Потому что здесь опять приходится говорить о жанре трагедии. В высокой трагедии есть такой главный вывод. Виновны все. Виновны все. Мне очень нравится, что они... Не только белые или красные. Не стремятся никого осудить. Да, виновны все. Вот у них такая христианская позиция. Они стремятся осудить одну или другую сторону. И, наконец, решить для себя, кто черный, а кто белый. Хотят больше знать об этом периоде. Интерес очень большой именно сейчас. Спасибо. Это было очень познавательно и очень актуально. Потому что мы ощущаем... Вот старшее поколение ощущает некий разрыв между пониманием истории, интересом к русской литературе. Или забвением, нежеланием ее читать среди подростков, школьников, молодежи. Вот хорошо, что многие из школьников интересуются русской литературой не потому, что это нужно, а потому что это их история, это их литература. Они смотрят фильмы про историю, и у них есть свой исторический взгляд. Вот на этом хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо вам. До свидания. До следующих встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!